Всем привет! Вы смотрите программу Stories на телеканале Atomicen Business. Меня зовут Анастасия Тарасова и вместе с нашей съемочной группой мы каждую неделю находимся в поиске историй из мира современного искусства, креативных индустрий и городских активностей. И каждую неделю мы делимся с вами своими открытиями. Просто невыносимая жара стоит в эти дни в Алматы. Прогноз погоды неутешительный, стабильно каждый день. Практически 40 градусов и никакого дождя до конца месяца. Кто-то спасается благодаря фонтанам на улице Панхилова, кого-то ковчегай, ну а кого-то собственный душ. Но наша команда программы Stories знает точно одно местечко в Алматы, где не только можно укрыться от жары, но и провести время интересно и с пользой. Я говорю о музее Костеева. После раскаленного алматинского воздуха просто хочется вжаться в каменный пол или обнять мраморную статую. Но, конечно, к экспонатам музея мы будем относиться очень бережно и переведем дух в одном из экспозиционных залов. Конечно, можно сидеть и под кондиционерами в кафе, попивая айс-латте, бесконечно листая ленту в соцсети и отстаивая честь кофейной интеллигенции. А можно задуматься и о другом времяпровождении. Хотя я не буду грешить на ленту в фейсбуке, именно здесь, у своих друзей, я сегодня узнала об одном интересном мероприятии, которое происходит в музее. Мое внимание зацепила вот эта публикация. Все мы знаем работу Татьяны Яблонской «Картина утро», по которой мы писали сочинения в школе. Так вот, девочка, которая на картине делает зарядку, это казахстанская художница Елена Висембинова. Это дочь Татьяны Яблонской. И именно у Елены сегодня открытие персональной листы. Елена, добрый день. Добрый день. Поздравляем с открытием выставки. Спасибо. Спасибо, что провели нам сейчас такую мини-экскурсию, ознакомили с работами. И мое, конечно, первое впечатление о том, что такие картины, они вообще в доме создают особую какую-то атмосферу. И мне бы хотелось узнать у вас, какое настроение вы вкладываете в свои работы, когда их создаете? В первую очередь, ощущение красоты, счастья, спокойствия, какого-то такого мира, отдаленности от суеты внешней. Потому что это, в общем-то, очень ограниченный мир такой свой, который зовет к красоте, к надежде какой-то. Потому что ведь в каждой работе я хотела, чтобы это все было, ну, как, во-первых, гармония какая-то, во-вторых, красота, которые в простых предметах, простых этих, чтобы люди увидели, что это все очень красиво. Вроде тут нет никаких особых там каких-то тем таких, но это все простые предметы, которые очень ценны в своем вообще каком-то самосоздаянии. В какой вашей картине есть история, которая какая-то для вас личная и интересная? Ну, вообще, каждая картина таит в себе тайну, потому что каждая картина – это продуманный образ, продуманный это. Поэтому я всегда прошу людей подольше посмотреть на работу. Вот эта, например, работа называется «Автопортрет. Отдых». Собственно, она очень странная по теме такая, это первый раз, но что это, в общем-то… Где портрет, да? Автопортрет, да. Это я устала, сняла с собой этот грязный халат, там вот выжатый тюбик такой внизу. И вот получился, я думаю, надо написать такую картину, очень красивый образ, просто автопортрет, просто в виде халата. Такая вот интересная была эта моя. Я, честно говоря, никогда не задумалась, что вот может быть такой взгляд на автопортреты, когда нет лица. Когда нет человека, нет, а вот образ вот этого художника, может быть, какое-то это вот, ощущение такого уставшего халата. А за какой период здесь собраны ваши работы? Ну, тут с самого начала, с самого первого, это где-то 1986 год, даже вот работы, вот графики еще более ранее, 1974 год. И до сегодняшнего дня, до 2021 года. Вы пишете? Да, пишу. Есть там несколько последних работ 2021 года, так что я, пожалуйста, продолжаю работать, потому что это, в общем-то, единственная радость, которая держит меня в форме и держит вот в этом вот ощущении. Я обратила... Зачного напряжения и красоты. Да, я обратила внимание, очень много каких-то бытовых вещей, ну, посуды, да, обычно на нее ты дома не обращаешь внимания. Да, да, поставлю. Это самые красивые предметы. Как вы находите эту прелесть? Это очень красивые окружения. Это вот у меня несколько есть натюрмуртов, просто посуду, просто тарелочки, просто вазочки, просто они собраны, конечно, с любой из разных стран. Есть там и корейская, привезенная мной в Корее, есть подаренные, есть купленные, которые я покупала. Я люблю голубую посуду, очень белая с голубой, это классика такая. В общем-то, это автопортрет, опять же, еще один такой, это я писала, поставила цветы, и было зеркало, наверное, это на стене просто зеркало. Вот, и получилось такое, что вот красиво оказывается сочетание портрет и такой получился праздник, майский праздник. Это мои любимые, это частично мои полочки, которые тоже там фрагмент такой, каждый вот эти предметы, которые я люблю, и это все вот это, очень такой натюрмурт для меня очень важный, я очень люблю этот натюрмурт, он такой для меня. А скажите, есть ли репродукции ваших картин, чтобы можно было приобрести домой? Ну, вон, книги, пожалуйста, книги можно взять, там есть репродукции, там много. Альбом, да, посвященный выставке? Да, ну, это можно взять на память сразу же, вот они там лежат, эти книги, так что, пожалуйста. Вы говорили, что ваша последняя выставка была? А в 2018 году у меня была выставка в Астане вместе с Третьяковской галереей, Третьяковская галерея выставила как раз картину «Утро», там была картинка «Утро». Да, я была на этой выставке. Да, вот как интересно. А рядом была моя экспозиция, и там были, ну, там были немножко другие работы, но тоже были рядом такой диалог. Там очень был такой красивый павильон построенный. Да, ну, конечно, там Астана сейчас вообще на такой высоте, она так, как-то так и развивается, интересно, так что молодцы, там очень интересно. Это такой мир тоже, вот это опять же предметы любимые мои, такие женские, женское счастье такое, туалетный праздник. Тут каждая бусинка, в общем-то, это каждая, это все сделано самой, это, в общем, такое. Ну, вы любите украшения, да? Я смотрю на вас тоже. Просто сейчас одеваюсь, но вообще я их делаю, это же все моя ручная работа, это все мои, я это все делаю сама, это все моя тоже вторая страсть. Вот мы подходим к еще одной работе, которая меня захватила, правда, когда мы с вами знакомились с выставкой. Еще один автопортрет, где не видно лица. Не видно человека, да. Что за решение? Ну, это автопортрет, тень, как бы тень от человека, но тоже, в общем, такой образ свечения, образ такого вот. Вот, это вот эта работа, это тут, это моя тень, ваши тени, да, можно сличить. Вот, и цветы, которые вот под солнцем, они распускались, вот я сразу же, я очень быстро написала эту работу, потому что я как-то неожиданно для меня была, я вышла на балкон и увидела вот эту вот красоту. Вот, интересный такой образ. Вы знаете, я сейчас обратила внимание на ваш совет, который вы дали в начале, как смотреть живопись, как ходить в музей, особенно современному человеку, который быстро бежит. Вот, давайте подробнее. Ну, там неинтересно было, а эти работы, все-таки, мне кажется, это в классическом таком стиле я работаю так, без всяких измов. Вот, я прошу, конечно, зрителей подольше посмотреть на работу, на каждую, тогда она тебе что-то даст. Тогда она хоть долю, частицу того времени, который я ей отдавала, вот она отдаст тебе. Это очень важно. Ну, сегодня мы в начале программы говорили о том, что музей летом отличное место, где можно спрятаться от жары, провести тут целый день. Очень жарко, я буду всех, в общем-то, благодарна всем, кто сюда придет. То здесь прекрасно, здесь своя среда такая, так что здесь можно отдохнуть. Вот, опять же, это моя посуда, такой зимний пейзаж, это волатал. Это такой романтический немножко пейзаж, небо, небо было. И даже шляпка живая такая, просто шляпка ожила, и понравился ей вот этот порыв ветра. Детали очень милые. Она не полетела. Да, я вообще обратила внимание, что у вас в некоторых работах вот эти маленькие детальки, на которые ты сначала не обращаешь внимания, потом бы раз, мой фокус, на них так наведете, я понимаю, вообще сюжет другой. Это очень важно. Вот там вот кресло такое есть, вот там деталька, вот вечерние звуки. Там тоже нужно ее увидеть, и потом получается вот это погружение вот в эту вот тишину вечернего лета. Вообще, я обращаю внимание на то, как выставлена, создана вся экспозиция, и я понимаю, что здесь у каждой картины свое определенное место, и все это не случайно, по цветам, по настроению. Ну да, здесь работали две прекрасные женщины, два искусствоведа, это Катера Макожанова, Кульжизира, вернее, Макожанова, и Боян Барманкулова. Они, конечно, два аса, и вот они построили вот эту вот экспозицию, построили вот этот все, ритм, вот этот весь. Я им очень благодарна, очень красиво выстроили, пейзажи поставили вот здесь. В общем, получилось, по-моему, интересно. Так что, думаю, что кто-то придет на выставку, он что-то здесь получит приятное. Это вот такая серия, это цветы. Все цветы, пионы, в общем, те любимые, которые растут у меня в саду, их у меня, говорят, 20 сортов разных пионов. Ну, чем ближе мы с вами знакомимся, тем больше я узнаю, сколько у вас хобби, да, помимо живописи, бисер, цветов. Ну, когда живешь на природе, обязательно связан с землей, и, в общем-то, как, ну, приходится ее как-то... Не просто же так вот, я когда приехала, то там эти ребята просто играли в футбол, там видно было просто такое. Я посадила там цветы, посадила там деревья, посадила все, и создала вот этот мир с пионами. А как устроена ваша мастерская? Ну, у меня такой дом, дом такой двухэтажный, ну, такой дом обычный, дачный дом. Я там как-то, это самое, вот там работаю. Так же, в общем-то... Потому что я представляю, что для художника это очень имеет значение, место, где он создает... У меня практически почти все равно, где писать. Так что, я думаю, главное, чтобы что-то в голове было. Можно и на коленях писать. На коленях это вот рисунки эти. Тут, в общем-то, это неважно, там такой офис, мастерскую, особенно создавать среду, это не обязательно. Главное, чтобы хотел человек что-то сделать сам. Ну, мне очень нравится в беседе с вами чувствовать от вас такую легкость. Вот правда. Обычно есть люди, которые в возрасте, они... Скованные как-то. Ну, слишком под грузом своих лет. Ну, понятно, да. Сложно найти общий язык. Я просто в эти годы, конечно, немножко устала в последнее время. А так мне давали всегда за 30 лет меньше. Всегда это было, но сейчас уже немножко я чувствую внутреннюю усталость какую-то. Ну, ничего, справимся. Это точно. Да, это вот летнее счастье. Завершается экспозиция этим циклом. Зелени какой-то такой бушущей. Зелень, да. И когда даже сложно не улыбнуться. Радости какого-то такого вот, не знаю. Это вот вечер такой. Это вот любимые мои там флоксы. А вот эта работа, она это самое. Тут вот важен вот этот стульчик. Ага, вот эта деталька, да, опять? Это стульчик, это мой стульчик. Это как бы приглашение посидеть и послушать вот эти вот звуки. Вечерние звуки. Она так и называется. Вечер, лето, вечерние звуки. Вы знаете, мы нашу сегодняшнюю программу начинали вот на газоне перед музеем Костеева. И вот заканчиваем как раз нашу беседу. Вот эти картины очень подкрепляют какие-то все эти летние ощущения. Даже если жара, все равно ты смотришь и радуешься. В общем-то, можно как-то стать под дерево, и там тоже будет хорошо. Не обязательно это самое, стоять на солнце. Ну, я думаю, что у нас получилась с вами отличная беседа. Мы вас сейчас отпустим уже к вашим гостям на выставке. Еще раз поздравляем с открытием. И спасибо за такие душевные комментарии. Очень приятно было познакомиться. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, как только мы закончили наше интервью с Еленой, началось официальное открытие выставки. Посмотрите, как ожил этот зал после того, как в него вошли зрители. Потому что картины на стенах – это одна прекрасная часть, и зрители – это совершенно другая замечательная часть, которая дополняет и делает эту экспозицию очень живой и очень красивой. Радостная и солнечная. Я хочу похвастаться. Мне Елена подарила свой альбом. Здесь собраны все репродукции, о которых мы разговаривали. И очень приятно иметь частичку этой выставки у себя дома. Я побегу, встану в очередь за автографом. Встречаемся с вами через неделю на телеканале Atomician Business. Расскажу вам еще много интересных новостей. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова